Доброе утро, друзья! С вами «Орел и Решка. Перезагрузка» и вы не поверите, куда мы прилетели. Мы будем перезагружать вашу главную детскую мечту. Мы прилетели в Орландо. И ту самую детскую мечту сможет реализовать только человек с золотой картой. То есть я. Не в этой жизни, дорогуша. Орел. Решка. Ну привет, Орландо. Раз, два, три. Это Решка или Орел? Что? Чего ты тупишь? Ну, Решка, конечно. То есть я помогал ему? Да. Антон, ну ты, конечно… Ну ты понял, да, вот инструкцию? Идти, пробовать, реализовывать. Значит, шарик мне принесешь и сладкую вату, слышишь? Ни за что. Жлобина. Орландо – город чудес. В этом городе возможно то, что не может представить себе даже самая сумасшедшая фантазия. Здесь можно перенестись на другую планету. Получить сумасшедший адреналин. Оседлать сказочного дракона. И даже провалиться в жерла вулкана. Это, наверное, самый необычный аэропорт, в котором я когда-либо был. И он похож на казино, на гостиницу, да на все что угодно, кроме аэропорта. Плюс к этому, тут везде атмосфера детского утренника. Тут все устроено так, чтобы сразу же начать доить туристов. Дядя и тетя не успели выйти из самолета. А детишки уже тянут их или в магазин парка Дисней Уорлд, или в фирменный магазин Гарри Поттера. Еще в прошлой программе бедный ведущий понял, что 100 долларов в Орландо – это тьфу, пыль. Я пей 118. О май гад. Не суждено нам с тобой встретиться. Пока белоснежка. До свидания, Микки Маус. Не суждено нам с тобой встретиться. Но если ты не побывал в каком-нибудь парке развлечений, то провел тут время зря. Орландо, я принимаю вызов. Я все решил. Я утру нос Ивлеевой, но в парк я попаду. Буду голодать, бомжевать, воровать… не, воровать не буду. В общем, цели я своей добьюсь, чего бы мне это не стоило. С золотой картой все намного проще. Я буду пировать, шиковать и сорить деньгами. Для начала я взяла себе самое модное авто современности. Вот оно – Tesla Model X. Она без водителя? Мы едем без водителя куда-то. Это вообще нормально? Честно говоря, мне не по себе. Это что, водитель? Машина сама приехала? Открыла дверь? И поехала? Tesla Model X умеет ездить без водителя. Камеры спереди. Сзади. И по бокам. Считывают контуры препятствий и дорожные знаки. Радар и сонар следят за всеми предметами на дороге. Ультразвуковые датчики фиксируют полосы дорожного движения. Все данные они передают на бортовой компьютер, который рулит машиной и реагирует даже на сигналы светофора. Космос! У меня сейчас такое ощущение, как будто я попала в какой-нибудь 2035 год. Вот, где машина может ехать без водителя. Обалдеть. Просто пушка. Блин, Антоха бы мне точно обзавидовался. Некогда мне завидовать. Надо найти автобус, чтобы уехать из аэропорта. Надеюсь, все помнят, что деньги перед автобусом нужно обязательно разменять. Потому что здесь стоит автомат и сдачи он не дает. Обходительный водитель, чистейшие автобусы, хоть инспекцию делай. Вот Америка в таких вот вещах, в мелочах. Ну как ты комфортно себя чувствуешь? Орландо – это самый большой парк аттракционов в мире. И он рассчитан на детей любого возраста – от 6 до 6-ти годиков. Орландо – как гигантский игровой автомат, который зашибает на туристах 35 миллиардов долларов в год. Это как весь бюджет Украины, заработанный на всяких микки-маусах. Чтобы денежный поток не останавливался, в Орландо создают новые и новые парки развлечений. Пока нас не было, в Орландо открылись. Водный парк – Мисс Форчин Фоллс. 4Д-парк – Кракен. Виртуальный аттракцион – Электрический океан. Парк Ниндзяго Ворлд. Аквапарк. Волкейно Бэй. Пандора – Мир Аватара. И даже колесо обозрения Орландо Ай. О, а вот и оно! Орландо Ай – это колесище высотой в сорока-этажный дом. Говорят, что с него видно все парки развлечений как на ладони. Нужно скорее собраться на него и глянуть, где Диснейленд. Обычный билет на Орландо Ай стоит 28 долларов. Но тогда с вами в капсулу набьется 15 человек. А можно снять ее всю за 275 долларов. Если бы у этих людей было достаточно денег, они бы могли, как я, зайти в капсулу по одному. Такая огромная кабина. Прекрасная акустика. И я здесь одна. Не жалко никаких денег, чтобы увидеть все самые крутые парки города. Юниверсал. И мир Гарри Поттера. И Си Уорлд. И главное – Дисней Уорлд. Не поверите, это вообще Атас. Сверху город-аттракцион Орландо похож на Мелитополь. Ну, вид, честно говоря, пресненький. По факту, знаете, такая какая-то степь степная с точно серыми пейзажами. Перед вами вид на 275 долларов. Хотя на самом деле создатели колеса не обманули. Вот та маааасенькая точка – это Дисней Уорлд. А вон та закорючка – это легендарный Юниверсал. Эх. Ой, Ивлеева, кто выжаловался? У тебя хотя бы есть возможность зайти во все эти парки. А мне придется сегодня весь день экономить, чтобы завтра хватило денег на билет в парк. Не терпите, когда же это колесо, которое со скоростью черепахи крутится, уже привезет меня обратно. Я мощнейший ворвусь и буду там классно проводить время. Двадцать минут. Это чертово колесо крутится чертовых двадцать минут. Друзья, пока ты просто бесконечно скрутишься на этом колесе, а смотреть из него просто нечего, реально может сойти с ума. Ребята, можно как-то быстрее эту штуку включить? Очень красивый вид, очень мне все понравилось. Но можно, пожалуйста, уже выпустить? Я вас очень прошу, пожалуйста. Я как минимум в туалет хочу. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Оп-оп-оп. Еще чуть-чуть и вот уже двери заметные откроются. Ау, куда же вы, сударыня? Что-то они тут все спешащие. Так это же рефери, судья, наверное, на матч опаздывают. Я понял. Если вы приехали в Орландо, а в кармане 100 долларов, не спешите лезть в петлю. Опытный путешественник Антон Птушкин расскажет вам, как с таким бюджетом не только прожить в Орландо, но и попасть в парк. Записывайте. Правило номер один. Ходите по бесплатным развлечениям. В Орландо бесплатно можно посмотреть на то, как кто-то за 70 баксов летает в аэротрубе. Бесплатно можно посмотреть на перевернутый дом. Снаружи. Потому что вход в него стоит 30 долларов. Бесплатно можно погулять в парке Дисней. Спрингс. Здесь тоже играет музыка. Вокруг озера, красивые отели и работает куча забегаловок. Но дураков, чтобы здесь ходить, нет. Все развлекаются в крутых парках на аттракционах. Пока Антон побирается на улицах Орландо, мы с золотой картой отправляемся в мир Диснея. Всем привет! Вообще это, конечно, являлось моей давней детской мечтой. Когда ты предвкушаешь, что когда-нибудь ты попадешь в мир Диснея. Да, конечно, я уже не маленькая девочка, но все равно предвкушение абсолютно детское. Дисней Уорл – это самый большой центр развлечений в мире. Это целый город размером с Винницей. Каждый год сюда приезжает развлекаться 53 миллиона человек. Это как вся Украина и еще 10 миллионов. Пока нас не было, здесь случилась сенсация. Открылась новая грандиозная зона развлечений – Пандора. Мир аватара. Но на Пандору просто так не попадешь. Во-первых, нужен входной билет в парк Animal Kingdom. Он стоит, присядьте, 118 долларов. Во-вторых, нужно пройти досмотр. Он тут серьезный, как на таможне. В-третьих, нужен палец. Чтобы билеты не использовались по несколько раз, отпечатки пальцев снимают даже у трехлетних детей. В-третьих, нужно просочиться через толпы народа и… вот он. Вот он – Дисней Уорлд. Вон там, где-то на том берегу озера. Мне туда без билета никогда не попасть. Поэтому лучше расскажу вам правила экономии номер два. Не тратьте деньги на общественный транспорт. Вы все лишь приходите в отель, прикидываетесь постояльцем какого-нибудь дорогой гостиницы и можете спокойно пользоваться этим транспортом. Что я сейчас и сделаю. В каждой хорошей гостинице ходит автобус в разные парки. То есть у тебя миллион способов добраться до какого-нибудь парка. Или просто проехаться по городу. Это невозможно! Это же та самая планета Пандора из фильма «Аватар». Вот и парящие скалы. А из одной даже струится водопад. Вокруг непонятные инопланетные заросли. То ли растения, то ли грибы. А вот какие-то космические существа. Ущипните меня! Я точно на земле? На самом деле задумка очень крутая. Крутая реализация. И вообще вот все эти персонажи из фильма кажутся как живые. И ты прям как ребенок стоишь и залипаешь. В мире Аватара только два аттракциона. Но говорят они круче всяких горок и каруселей. Первый – прогулка по реке Нави. Чтобы попасть на аттракцион нужно прождать 60 минут. Это очень долго. Есть, конечно, фастпасс – быстрый билет. Но купить его за деньги нельзя. Нужно за месяц зарегистрироваться на сайте Дисней Ворлда и забронировать себе нужный аттракцион на конкретный день и время. Если нет, будь у тебя хоть миллиард долларов, будешь толкаться в очереди со всеми. Ну что, начинаем путешествие по реке на планете Пандора! Смотрите, это же ночной лес Пандоры. Цветящиеся растения. А вот и звери. Очень-то круто. Даже в голове не укладывается, сколько технологий здесь соединилось. Флуоресцентные краски. Голограммы. Я просто не представляю, сколько на это ушло сил, денег и стараний, чтобы создать такую потрясающую красоту. И даже роботы, которые говорят на языке Нави. Реально какая-то настоящая. Как это возможно! Это просто фантастика! Это было очень здорово, но так мало. Действительно, я только прониклась всем этим волшебством, вот этой сказкой, магией. Почувствовала себя прям ребенком. И только вот почувствовала, мы приехали. Но все равно это было классно. Ну а пока Настя переживает лучшие эмоции в своей жизни, правило экономии в Орландо номер три. Не обедайте в кафе и ресторанах. Даже не подходите к ним. Пицца Маргарита здесь стоит минимум 12 долларов. Салат Цезарь – 11 долларов. А о кусочке атлантического лосося я вообще молчу – 26 баксов. Поэтому запасайтесь едой в магазинах. Берите продукты, у которых заканчивается срок годности. Продуктовый набор на два дня обошелся мне в 3 доллара. Второй. Главный аттракцион в мире Аватара – полет на инопланетном драконе и кране. Как в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар». Прежде, чем полететь на драконе, тебя приводят в секретную лабораторию. Тут в колбе плавает огромный Аватар. Он выглядит как настоящий. Фантастика. В лаборатории твое тело сканируют. Обеззараживают. И после перевоплощают в Аватара. Когда ты полностью ощущаешь себя жителем планеты Пандора, тебе вручают 3D-очки и сажают на кресло-симуляторы. Мне кажется, сейчас сложно пройти, и что-то невероятное, и что-то фантастическое. Ну а то, что начинается дальше – это чистая магия. Комен, это просто нереально. Это, как говорят у нас, 7D-симулятор. Специальные вентиляторы создают иллюзию ветра. Встроенные водяные сопла в нужный момент брызгаются водой. Слышны даже запахи инопланетных джунглей и океана. Объекты пройвут от каждого 및 препараты. Это ожидание, это все стоит этих денег. Насколько там все четко вот так вот до мелочей сделано, что тебе правда кажется, что ты в этом мире существуешь и нет чего-то другого, кроме вот того мира, где ты просто летишь там, наверх, вниз, там, короче, это просто фантастика. Это самое лучшее приключение в моей жизни, вот именно такого просто формата 3D или как это там назвать, это фантастика, просто вот. У меня тоже будет лучшее приключение в жизни, если я выполню правило номер 4, а вы записывайте. Если хочешь в парк, не ночуй в хостелах. Койка здесь стоит минимум 30 долларов. А когда у бюджетного туриста не хватает денег на жилье, на помощь приходит каучсерфинг. Это сайт, на котором люди из разных уголков мира предлагают бесплатное жилье. Заходим на сайт, делаем открытый запрос на ночевку в Орландо. Теперь остается только ждать, надеяться и верить. Ну вот, пришло время распаковать свои запасы. На обед у меня сегодня Блэк Айт Пис. Обожаю эту группу. Антон и не знает, что в пяти метрах от лавки, на которой он ест бобы, недавно открыли шикарный ресторан. Пообедать я решила в лучших традициях перезагрузки в новеньком, свеженьком, красивеньком ресторане Боатхаус. Его хозяин просто без ума от лодок. Они здесь на стенах, вместо кресел, на потолке, вместо цветочных горшков. Вип-столики здесь находятся на причале. В Орландо аттракционы везде, вот и в моем ресторане, пока готовят заказ, можно развлечься. Покататься на вот такой раритетной машинке. Класс! Прям такая американская мечта шестидесятых годов. Кажется, ничего особенного. Но она умеет вот так. Это Амфика. Немецкий автомобиль-амфибия шестидесятых годов. Здесь таких раритетных земноводных целый флот. Это реально странно. Мы на машине едем по воде. На машине. По воде. Ах да, этот аттракцион в стоимость обеда не входит. За 20 минут катания нужно заплатить еще 125 долларов. Ну что, как там мой лобстер? Готов? Мммм, закуска! Черная икра анастейша Гонг из королевской севрюги. Оцените размер баночки. Икринки в один слой. 10 граммов за 85 долларов. Извините, дорогие телезрители. Конечно, конечно, я бы не стала есть эту икру. Но просто долг ведущий обязывает. Понимаете? Не хочу, но долг обязывает. Ну что, пришло время отведать основное блюдо. Обстер. Внимание. Внутри нафарширован крабом. Очень вкусно. Посмотрите, сколько мяса. И это только хвост. Чтоб я всегда так жил. Ну что, перейдем к десертику. У меня для вас десерт. Вполне серьезно. Это десерт Аляска. Внутри шоколадное мороженое с жареным миндалем. Сверху меринга из маршмеллоу. Снизу кремовый крекер. И все это покрыто шоколадом. Порезать для вас. Как будто рульку разделывают. Знаете, как огромную жирную рульку. Так вот это то же самое с десертом. Мы готовим его 5 дней. В несколько этапов. Ой, а не мороженое, а не мороженое. Вывод такой. Десерт не для гурманов. Но сладкоежкам понравится. Поэтому съем еще ложечку. Единственная хорошая новость на сегодня. Мне ответили на запрос. Сергей и Евгений. Наши пацаны. Все, класс. Теперь мы с квартирой. Осталось только туда доехать. Это черт знает где за городом. Ну ничего, главная квартира есть. Бесплатные автобусы туда не едут. А пешком идти почти два часа. Ну ничего, прогуляюсь. Чтобы быть поближе к аттракционам, я решила поселиться прямо на территории Дисней Уорлда в отеле Art of Animation Resort. Art of Animation Resort – это махина размером в целый микрорайон. В этом отеле по две тысячи номеров. Все они делятся на четыре мультяшных зоны. В поисках нема, король лев, тачки и русалочка. Этот отель так популярен, что номера раскупаются за полгода. Поэтому мне выбирать не приходится. Беру, что есть. Я точно к себе в номер попала, а не в группу детского сада. В этом отеле нет обычных номеров. Они все обустроены по мотивам какого-то мультика. Мне попался король лев, поэтому я живу в импровизированной саванне. Стулья, листики, светильники, цветочки. А из-за дивана на меня смотрит веер и жирафов. Ладно. Кстати, удобно. Здесь есть расписание. Расписание детских мероприятий. А мультики? В общем, я поняла, мультиков здесь не будет. Потому что главный мультик все-таки находится за окном. И чтобы мелкие не сидели перед телевизором целый день, их попросту здесь нет. Надо же тратить родительские деньги на сладкую вату, на горки. Что ж. Я уже час иду. И по карте идти еще минут 40. 39, если будет точно. Я просто где-то не то что на экране, я вообще за городом. Лес и трасса, больше ничего нет. Я подозреваю уже самое плохое. Еще бы кто-нибудь остановился, но здесь сплошная, здесь никто не остановится. О, оно. Нормально. Ну дела. Я-то думал, что попаду на какой-то спальник в окраине города. А здесь посмотри, смотри. Коттеджный городок местной буржуазии. А решетка. Вот. Такс. Вау. Привет. Привет. Как дела? Антонович, ребята. Ничего себе, ничего себе, ребята у вас тут. Хоромы. Нравится? Да, много места. Бросай портфель в портфель. Бросай портфель. Класс. Это Женя и Серега. Программисты из Украины. Работают в IT-компаниях и снимают вот такую роскошную квартиру. А чтобы не было скучно, иногда берут себе постояльцев. Пойдем, я тебе покажу. Пойдем. Слушайте, ну на балконе в принципе уже можно жить. У меня квартира размером с ваш балкон. Как тебя устраивает диван? Слушайте, супер. Меня вообще устраивает все. Ну конечно, меня устраивает огромный кожаный диван. Сколько у вас комнат? Получается три. В Америке называется two-bedroom для спальни. Но плюс еще большая комната. Получается три комнаты. Сколько санузлов? Два. Классика. Блин, ну очень большая квартира. Или в Америке это стандарт? Считается, что это в принципе чуть-чуть выше среднего, чуть-чуть больше среднего. То есть коттеджный городок это норма для… Абсолютно. Я просто прошелся, честно говоря, сейчас, когда к вам шел по вашему коридору, и у меня чувство, что я в гостинице. Ковролин, картин, не правда. Это крутой стандарт жилья. Сколько, если не секрет, стоит квартира? Здесь полторы тысячи долларов, не считая электричества. Коммуналка, это что называется? Да, грубо говоря, коммуналка. То есть полторы тысячи долларов стоит аренда 120-метровой квартиры в Орланды. Оказалось, это еще не все. Вот там у нас гольф-поле. Мы его сейчас не видим за этим домом. Здесь у некоторых людей есть возможность арендовать гараж. Куда я попал? Ты веришь своим глазам, Александр? Мамочки, мамочки. Это как будто парк посредине города. Это общее? Да, это для жителей комьюнити. Просто офигеть, ребята. Это джакузи. У вас бассейн есть? Да. А это зона барбекю, да? Не совсем. Это просто поговорить у костра, руки погреть. Сказка какая-то. А что это? Это под весны и кресла. Вот там вода. И когда теплая погода, можно сесть и слезть ноги. Слушайте, я такого на самом деле в дорогих отелях не видел. А можно я попробую? Слушай, ну здесь реально медитировать нужно. Ребята, это просто какая-то мечта. Никогда в жизни я еще так не шоковал по-бедному. У меня вообще нет чувства, что у меня нет золотой карты. Здесь все сделано для людей. Столько удобств. И все это по сути за 50 долларов в сутки. Тут очень интересно решили проблему с отходами от собак. Сняли ДНК у всех собак, которые живут, ну хозяев в этом комьюнити. И теперь если вдруг обнаружат собачьи фекалии, сразу будет понятно. Весна, как говорится, показала. Я просто аплодирую. Это американский метод решения проблем. Да, супер. Слушайте, мне все нравится. Даже накормили. Спасибо, земляки! Вечером мир аватара выглядит еще волшебнее. Светится все. Деревья, цветы, скалы… И даже тропинки. Это нереальное зрелище. И никакой толкучки. Просто космос. Этот день настал. Сегодня, наконец-то, я попаду в парк развлечений. Конечно, на самые крутые парки денег не хватит. Они стоят больше 100 долларов. Я пойду в самый новый и необкатанный аквапарк в парке развлечений Universal Studio – Vulcano Bay. Он только начал свою работу, поэтому входной билет еще не вырос в цене. Вулкана Бэй. Ради этого момента я не досыпал, не доедал, экономил, стирал ноги в кровь. Момент истины. Вулкана Бэй – это рукотворный тропический рай. Один в один полинезийский остров, белоснежные пляжи и голубые лагуны, быстрые реки и бурные водопады. А в центре этого райского уголка – отгрохали 60-метровый вулкан Крокотау. Вулкана Бэй – куча новинок. Здесь 18 суперсовременных горок. Вода на горках и бассейнах всегда теплая. Тут говорят, что ее греет лава вулкана Крокотау. В аквапарке надувные матрасы поднимаются наверх сами. А еще каждому посетителю выдают электронный браслет. Прикладываешь его к терминалу, а он сам ставит тебя в электронную очередь. Потом приходишь на определенное время и съезжаешь с горки. И в очереди стоять не надо. Ну все, я врываюсь покорять горки для самых взрослых и самых смелых. Погнали! Первая горка – ой-ай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было быстро, но прикольно. Следующая горка – серпантин Танива Тьюбс. Вот такие у меня глаза! Вот такие! Ладно, это все детский лепет. Самые крутые горки, Кала и Тай-Нуй, которые находятся на вершине вулкана. С них ты спускаешься, как будто с 12-этажного дома. Людей закрывают в капсуле. Сначала вроде ничего страшного, но вдруг… О, черт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да не, ребят, ну нафиг, да не. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да не хочу, какая-то эта горка скучная. Тем более тут дети, не забирать же у них эту радость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Парк «Юниверсал». Итак, аттракционы, на которых нужно прокатиться каждому. Горка «Халк». Блин, ребята, это было просто бомбическое. Я не помню, когда последний раз я получала на второе удовольствие на аттракцион. Можно еще раз? Водное приключение на бревне от Аддли Справедливого. Надеюсь, мы с девичем летим. Сейчас будет главный скул. Главный водяной скул. У-у-у-у-у! Ну все! У-у-у-у! Если вам не жалко своих сухих штанов, ботинок, кроссовок, прически, макияжа, то смело приходите на эту горку. Дождевик, конечно, эта идея хорошая, но по сути он мало спасет вас от этого водного потока. Ну, в принципе, горка достойная. И обязательно аттракцион, который появился в парке «Юниверсал», пока нас не было. Остров Черепа, где царствует Кинг-Конг. Ты садишься в вагончик, по обеим бокам которого расположены 3Д-экраны. С настолько реальной картинкой, что полностью погружаешься в гущу событий. Вместе с остальными людьми ты путаешься под лапами у гигантского конга, который как щенят разбрасывает здоровенных тираннозавров. Ну, я могу сказать, что это было весьма, весьма, весьма неплохо. Особенно голова Кинг-Конга в конце. Вот это прям было круто. Друзья, такие вот парки развлечений – это адская машина по зарабатыванию денег. И для того, чтобы ваш отдых был менее затратным, послушайте мои очень полезные лайфхаки. Почему-то я как дурак хожу по парку развлечений с рюкзаком. Дело в том, что шкафчик для хранения вещей стоит 12 долларов. Но зачем тратить деньги? Это же Америка, здесь никто ничего не ворует. Поэтому пользуемся бесплатными шкафчиками для хранения прямо рядом с аттракционами. Еда в кафешках на территории парка стоит минимум 12 долларов. Поэтому, чтобы не тратить деньги, делайте как я. Никогда не сбрасывайте со счетов урны. Особенно чистые урны. Бутилированная вода в парках стоит дорого, но везде есть вот такие вот бесплатные фондатчики. Поэтому не стесняемся, берем с собой бутылочку и наполняем ее. Друзья, обязательно берите с собой полотенце, потому что здесь полотенце стоит 5 долларов. Таким образом, с полотенцем дорого, а без полотенцем холодно. Два дня тотальной экономии привели к тому, что я не только сходил в парк, но еще и осталось 14 долларов на развлечения. Для Орландо это ничто, но есть лайфхак. Значит, в Америке суперпопулярные скидочные сайты, например, Группон или ему подобные. Здесь можно выхватить скидки до 80%. Правда, большинство из них доступны только американцам, но кто ищет? Тот всегда найдет. Есть воздушный шар. 11,50. В принципе, в бюджет я облезаю. Да, я понял. Это же Америка. А здесь при каждой покупке нужна карта, кредитная карта, которой у меня, конечно же, нет. Хотя… есть идея. Жека, привет. Куда летишь? Хорошего полета. Давай. Не получилось. Тогда запасной вариант. Мам, привет. Слушай, мне нужно скинуть денег срочно на карту. Да. Ну ты кто? Ну как я тебя учил, мам. Я же тебе показывал 10 раз. Давай, кнопка пуск. Мои документы. Мои документы, да. Платежи. Мамочка, там 11,5 долларов всего. Вот попытайся. Я тебя прошу. Меня очень многое зависит. Хорошо? Пожалуйста, мамуль. Давай, я тебя целую. Спасибо. Ух, какая красота. Вау, как он светится. Слушай, ну не зря я маму напряг, а? Ты посмотри. Слушай, Сань, там что-то… там людей нет никого. Не, ну не может быть. Билеты же продали. А пойдем сейчас спросим. Пойдем спросим потом. Эй, сори, скьюз ми. Экзитон, бля. Не, здесь закрыто, да? А давай, давай вот так вот обойдем. Сейчас подожди спросим. По Группону? Он работает только до 6 вечера. С 9 до 6. Нет. Вы не сможете полететь. Если вы посмотрите на Группон, увидите, что билет работает с 9 до 6. Да. 20 долларов за человека. Не по Группону. Это значит, что я не полечу сегодня. Мы не полетим. Перед мамой стыдно. Стыдно перед мамой. Вот этот облом. Как всегда. Друзья, внимательно читайте правила. Я так обрадовался, что даже не увидел, что акционные билеты действуют только до 6 вечера. Чтобы воплотить свои детские мечты, сначала вам придется преодолеть свои детские страхи. Мне во всяком случае на этом темном пустыре очень страшно. Поэтому 100 долларов для вас. Чтобы найти бутылку в Орландо, двигайтесь на север по дороге Холидей трейл. Станьте лицом к мотелю Киссимми и идите к нему по тропе до парка. По третьим деревам от дороги ищите наш клад. Не хватит ни жизни, ни денег на золотой карте, чтобы перепробовать все аттракционы Орландо. Каждый год тут появляются все новые и новые. Ехать в Орландо со 100 долларами на два дня – только расстраиваться. Но если ты пройдешь все круги бедности – испытаешь лучшие эмоции в жизни. Это было классно. О, черт! Просто фантастика. Мечта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Ну что, Антоха, как твои выходные? Да плохо все, плохо. Чего? Да того. Я на последние деньги купил билет по скидке, вот этот шар. Маму представляешь, попросил, чтобы она мне прислала денег на карту. Ну что, и все, уже скидка не действует. А на новый билет денег у меня нет. Понимаешь? Ну, а сколько стоит? Да дорого стоит. 20 долларов. 20 долларов. Так а в чем проблема? Пойдем, пойдем. Да пойдем. Пойдем. Подарок тебе. Настя, посмотри, посмотри, какой у меня нет. Кстати, этот роскошный вид сверху позволяет мне показать тебе ресторан, в котором я ела лобстера. А вот там, вот там Дисней Уорлд, там на аттракционах я каталась. А вот здесь, вот здесь я ночевала, там такой классный отель был Антоха. Настя, так круто, мы летим. И знаешь, куда мы летим? Куда? Мы летим перезагружать следующий город. Ну правда. Друзья, до встречи. До встречи. Чуть тебя шатай.